Всем привет! Меня зовут Софья, и я с большой радостью вас приветствую на своем канале АУКАРА. Добро пожаловать! Здесь мы будем с вами говорить о вышивке и любом другом рукоделии. Дорогие друзья, привет! Меня зовут Софья. Я решила вам рассказать, как проходит наш СП. Во-первых, сегодня у нас первый отчет уже с продвижениями по вышивке. То есть, по идее, мы должны добавить в фотографию превью на того, что получится, того, что было и того, что стало. Но поскольку я не всегда умудряюсь подумать наперед, я удалила фотографии из степительного поста, поэтому сегодня вы увидите продвижения, но не сможете их сравнить с тем, что было до этого. Но в будущем я надеюсь, что я исправлюсь. И, ну, теперь я поняла, что я сделала не так. Надеюсь, что следующую сборку я уже сделаю еще лучше и проще, чем эти две. Давайте расскажу о своих впечатлениях о проведении СП. У нас уже 50 человек. Вышивают мандалы не все. Кто-то ждет материалы. Но, судя по всему, уже материалы начинают приходить очень быстро в это время. Они обычно Синдия хорошо отправляет. Материалы начинают приходить. Вышивающицы начинают оживляться. Шуршать рамами, разметками, раскладывать бисер. В общем, творческий процесс идет. Что лично для меня принес СП? Мне бы хотелось с вами поделиться именно своими впечатлениями, как организатора и ведущего этого мероприятия. Во-первых, я хотела добиться... Когда я весь этот процесс заварила, всю эту кашу, мне хотелось двух вещей. Во-первых, чтобы люди вышивали мандалы и не откладывали их. Многие страхи. Я про это говорила в отдельном видео. Классно и интересно. Посмотрите. Мне хотелось, чтобы люди не теряли времени и срочно все вышивали. Мандалы не лежали. И процесс шел. Это очень важно. И это есть. У нас есть участники, которые вышивают в очень спокойном своем режиме. Как им удобно. Понемножку и так далее. А есть азартные парамоши. Я когда училась на права на вождение, я ходила в школу, в автошколу при ДОСААФ. И там нам теоретическую часть вел... Ну, не знаю. Это идеальный преподаватель ОБЖ. Такой дед был военный, естественно. Кто там еще мог быть в ДОСААФ. С очень интересным языком человека, который много прочитал в своей жизни, но и много лет провел в армии. И он просто выдавал вот эти мемы. Жалко, что когда я училась задавать на права, не были так распространены видеокамеры, потому что если бы я это выкладывала в интернет, он бы точно стал мемом. И очень часто, когда он описывает примеры каких-то там ДТП, то он говорил, и вот этот азартный парамоши там делал то-то. Так вот, у нас в СП аварии пока не было, но зато есть азартные парамоши. И для желающих очень много вдохновляющих фотографий. Девчонки просто вот... Я сажусь за вышивку, фоткаю, я села за вышивку, все скидываю. Там тоже другие девчонки так делают. И ты такая, лежишь на диване, ешь яблоко, открываешь чат, а кто-то мандалу скинул. Ты такая, пошла, помыла руки, села, повышевала. То есть реально ты там 15 минут повышевала, результат там так и растет, да, там тысяча крестиков в день. Таким 15 минутками вообще-то и набирается, ну, по крайней мере, у меня. То есть проекты двигаются, да. Что я хотела от проекта, чтобы двигались мандалы. Они двигаются, они растут, как просто очень волшебно. А вторая вещь, которую я хотела, это я хотела попасть в круг общения прям своих единомышленников-единомышленников. Мне очень не хватало этого. В 20-м году порушились некоторые социальные связи, связанные с моей работой, там, другими моими активностями. И мне стало одиноко. И я стала одиноко, и я решила, что надо создавать круг общения по интересам, как я всегда это делаю. И в этот раз это был круг общения про вышивку. И это песня. Потому что мы обсуждаем разные шёлки, мы обсуждаем разную ткань, возможность подбора, какие-то другие проекты. И вот из этого живого общения, именно вот в формате чата, я лично для себя почерпнула очень много информации. И, ну, поверьте, я много времени провела, читая форумы, изучая. То есть я человек такой, интернет-общение. Но именно вышивальный чат, это, конечно, удивительное такое сообщество. Для меня суперполезное. И я очень довольна, что я нахожусь в сообществе таких же воодушевлённых людей, которые горят, задвинули все остальные проекты, шьют только мандалы. Но это прям вот моё. Так что, как организатор СП, я уже довольна, что у меня такое получилось... Ну, всё получилось пока. То есть мы в самом начале, а я уже довольна. У меня, конечно, занимает некоторое время сборка. И это достаточно трудоёмкий процесс. Но второй раз уже прошёл легче, чем первый. Так что я думаю, что со временем я должна как-то это побыстрее всё делать. Ну, пока я придумываю технологии. Если вы когда-нибудь делали такие задачи, как я, то есть собирали отчёты за, там, две недели, и монтировали из этого видео, то, пожалуйста, поделитесь опытом. Может быть, вы мне расскажете чисто вот по организации, как вы это делаете. Если вы там складываете фотографии в одну папку или в разные папки. Вот как вы это делаете технически. Мне бы это, может быть, было полезно, потому что какие-то идеи ты придумываешь, а какие-то ты сам пока дойдёшь, уже полгода пройдёт, а ты через полгода такой, о, это можно было автоматизировать. Ну, всё, не буду занимать много вашего времени. Пожалуйста, смотрите видео с продвижениями наших участников. Если вам нравится наш СП, если вам интересно, хотите вступить или просто поддержать мой канал, я буду очень рада вашим комментариям, ну и лайком, конечно. Конечно же, подписывайтесь, у нас обязательно будет интересно. У меня расписан уже план на съёмки на год вперёд. Столько интересных идей и полезных, что самое классное. Ну, пожалуй, всё. А, важно. Вы можете вступить в СП в любой момент. Если вы ждёте материалы от Синди, окей, мы ждём их вместе с вами, вступайте в СП. Вы не опоздали, да, то есть, вот важный момент. Всё, заполняйте анкету. Прощаюсь с вами, желаю вам счастья, до новых встреч, пока! Ну что, приступим. Первая у нас участница Александра Корнеева, и она у нас вышивает средневековый травяной сад. И вот, что она пишет. Вступило время первого отчёта в СП Мондалайтунг и близится к завершению работы над прудом с кувшинками. С нетерпением жду, когда уже приступлю к посадке цветов в своём волшебном саду. Красота, конечно, как вы сами видите, невероятная. Юлия Исайкина с Мермейд Тойбокс рассказывает нам следующее. Ну вот и первые продвижения появились в моей коробочке. Такими темпами она будет вышита и останется самая, мало сказалось бы, сборка. Вот, и ещё Юля хвалит наш СП, говорит, давно не получала такого кайфа от участия, потому что собралась обалденная компания. Я абсолютно с Юлей согласна, что и вышивка у неё движется с замечательнейшими темпами, и что компания в СП у нас собралась действительно обалденная. Что же касается сборки, то я потихонечку начала записывать видео, как я лично собираю всякие коробочки. Может быть, это будет полезно. Если другим зрителям моего канала это тоже было бы полезно посмотреть, то напишите в комментариях, обязательно вам выложу тогда. Татьяна Городинская с Мандалой Сиренгити пишет, что приключения в СП продолжаются. Надеялась успеть пришить бисер, но он так медленно пришивается, так что прудика пока нет, зато и сверкающий африканский орнамент. Ну, на чёрной конве можно не удивляться, что продвижения не прям моментальные. Анжела Белецкая, которая вышивает сад в Скалибре, пишет, «Моё продвижение за это время вышивались понемножку кружева. Красота и нежность. Абсолютно с ней согласна. Глядя на процесс её вышивальной и Светланы Добиной, нашей следующей участницы, мне хочется вообще эту мандалу в Скалибре второй раз уже вышить». Светлана пишет, «Вот и мой первый отчёт. За это время я мужественно преодолела свою «не хочу» и сделала разметку. Спасибо, Софья, за совет. Также натянула на не самую удобную раму, помучила, переставила на пяльца, чуть повышевала, получила раму оманик и кайфанула. Ну, видимо, процесс пошёл. Будем смотреть, что у нас к следующему отчёту она вышивается. У Лены Попович тоже хорошая новость. Она вышивает спарклинг пикок дизайн или сияющих павлинов. И к ней уже стартанули оставшиеся нитки из Лос-Анджелеса. Так что скоро павлины могут уже опериться и улететь. Таня Галла 502 шьёт свой второй миник и таким образом собирается уменьшать запасы вышивки мандал. Зная, какие у Тани запасы, чувствую, мне понадобится вести СП некоторое время, больше, чем год. Виктория Гришина на своём дизайне Мариэн Туанетты добавила две розочки. И, может быть, кому-то покажется это продвижение не очень значительным. Так пусть он их выше для начала. Елена Гребенникова тоже вышивает мандалу Мариэн Туанетты. Закончила полностью верхнюю центральную гирлянду и правый уголок медальона. И, как она справедливо пишет, фото, конечно, не передаёт объёмы всей красоты переливов нити и бисера. Ольга Ченкова с голубой марокканской мандалой публикует первый отчёт Мандалайтинг и говорит, что полёт у неё нормальный. Блу Мароккан Лейс Мандала используются только в спецнити. Глориан, Один Китайский, Керен Ватерлилис и два вида Рейнбоу Гиллери. Плюс всякие блестяшки в виде дейлики и различных кристалл-свороски. В общем, а дальше она прикладывает три влюблённых смайлика. Не знаю, как их принято читать по современным правилам. В общем, вышивает Ольга в прекрасной компании в рамках Шотталайн Салбл благодаря нам. Да благодаря себе Ольга вышивает, конечно, продвижение очень хорошее. И я рада, что ей доставляет удовольствие этот процесс. Ирина Пиконидио настолько активно участвует в нашем общем чате по СП, что я вообще не понимаю, как она делает такие огромные продвижения. Более того, она даже нашла время записать очень интересные видео на канале. И там есть рассуждения о заменах. Во-первых, они мне кажутся адекватными, а во-вторых, очень интересными для изучения. Наташа СФС шьет с нами вместе пещеру осьминога. И вот что она пишет. Итак, мой первый отчет о мандалае. Кто-нибудь поймет, что это? Хотела вышить все крестики, но я же вышивальная черепашка. Свои впечатления от процесса я тщательно анализирую, так как это моя пробная мандала, и именно от нее зависит, будут ли вышиты следующие. И если да, то как? Решение следующее она делает. Грибной мандали быть. Вышивать буду снова по ключу. Хотя вышить какую-нибудь мандалу подбором все равно все еще хочется. Вышивать шелком понравилось. На ощупь приятные ложатся крестики. Пухляво. Из тех, кто сейчас в работе, очень нравится Карен Цедар. Очень нежная растяжка. Но от мысли о том, что за линяющую нитку просит 8 долларов, меня по-прежнему приводит в ярость. Грибы придется вышивать на чем-то темном, чтобы минимизировать возможные протечки. А, кстати, это идея вышивать на темной основе и потом спокойно стирать мандалу. Да, я по-прежнему собираюсь их стирать и оформлять без стекла. Ну, в общем, почему нет? На черной линде вышивать вполне норм, и я пока еще даже не парюсь с дополнительным освещением. А зря, Наташа, на самом деле свет очень убыстряет процесс грамотный. А еще важный момент, что лет через 15-20 ты начнешь понимать, что надо было брать хорошую лампу раньше. Вот, поэтому лучше, конечно, с освещением запариваться и глаза все-таки стараться беречь. Хотя всегда можно перейти, знаете, такие подушки есть на 10-й аиде шерстью. Их можно шить. О, извините. Так, Татьяна Мушта очень красиво вышивает мини-мандалы вторые. Говорит, что за два дня декабря и два дня января вышила половину работы. Удовольствие она получила от каждого стежка и каждой бисеринки. Ну, прям меня зависть берет. Я такое про свою вену не могу сказать, потому что сейчас прохожу бордер и, в общем, он меня побеждает. Мила Вестнидл пишет, что до Нового года успела вышить большую часть мандалы. У нее распустились потрясающие цветы уже в двух медальонах. И она радуется, что впереди у нее очень много красоты. На самом деле, я вот на этот дизайн теперь тоже стала посматривать так внимательно. Возможно, я его внесу в список желаемых мандал в третью очередь. Анжела Гоба вышивает по Мариум и сняла очень интересное видео на канале. Пожалуйста, если вам интересно, можете смело сходить посмотреть. Галина, которая шьет французскую кухню или французский сад, неважно, начала строить забор вокруг фермы. По-моему, забор просто замечательный. Алла Потапова шьет Butterfly Lace. Алла Потапова шьет с нами вместе Butterfly Lace. У нее укрепляется и растет серединка. Авик Ирина вышивает с нами мандалу Греции. У нее уже отшита середина и пришит весь бисер в центральном элементе, весь правый греческий пейзаж и ветряные мельницы. Дизайн, конечно, удивительной красоты и я рада, что у нас несколько участников с его продвижениями. Татьяна Колова вместе с нами шьет города Тосканы и у нее уже так нормально часть рамки появилась. Начала Татьяна с нижнего левого угла, если я правильно разобралась в изображении. Татьяна СТС шьет у нас гортензию на мандалу и говорит, что она наконец сдвинулась с точки, процесс пошел. Татьяна надеется ее дошить в этом году и говорит, что совместник ей в этом помогает. Но я надеюсь, потому что дизайн очень красивый, его я точно уже включу в свой реестр возможных дизайнов. Ксюша Ван вышивает с нами греческую мандалу и докладывает, что почти выполнена вся рамка с греческого орнамента, половинка всех Джессика Стич и разные всякие другие швы. И она бодро продвигается. Рука Абдулаева, к сожалению, ничего нам не рассказала про свои продвижения, но прислала замечательные фотографии. Здесь мы видим, что продвижения есть. Татьяна Славина благополучно растит свою вторую мандалу и даже сняла видео с продвижениями. Вы можете посмотреть у нее на канале. Юля Джусик пишет нам про свой микро дизайн. Это правда так микро называется и пишет следующее. В центре этого микродизайна от Шателайн Дизайн микрокрестики. Все логично, но не так все просто, как может представиться на первый взгляд. Не терпится закончить этого малыша и взяться за следующий дизайн. А пока мой первый отчет Шателайн Дизайн также к нам присоединились новые участники. Ольга Подлепанова выбрала альбийскую мандалу и рассказывает нам. История выбора именно этого дизайна очень проста. Волею судьбы меня и мою семью 17 лет назад запросила в страну, три четверти территории которой занимают именно Альпы. Живу я в самом сказочном регионе под названием Венский лес. А вот Хюттэ, которая изображена в центре Мандалы требует отдельного рассказа. В начале сентября мы ездили отдыхать в Хюттэ, который расположен на высоте 2100 метров. Это был просто потрясающий отдых. Свежий воздух, звуки водопада, а на их фоне звон колокольчиков на шеях альпийских милок, крики орлов, парящих под небесами. Интересно, как кричат орлы, я не слышала. Можно еще много написать замечательных слов о стране, которую я очень люблю, которую восхищаюсь и которую советую обязательно посетить не только зимой, спускаясь на лыжах со склонах, но и летом, когда Австрия манит пейзажами, спокойствием и своими лесными дарами. Мое вступление в СП обусловлено тем, что вышиваю я всего лишь три года и хотелось бы получить совет опытных вышивальщиц преодолеть страх перед чем-то новым, большим и сложным. Я думаю, конечно, Оля, если у тебя будут какие-то вопросы, смело их задавай в общий чат, мы с большой радостью разберемся в чем-нибудь. Татьяна Решетняк и в Ниндепарк не стала нам рассказывать, почему она выбрала дизайн, но задала отличный вопрос. Она говорит, а вы знаете, что есть такое СП под названием Мандалайту? Вот скажите мне, если я присоединюсь, то как я буду называться? Я не знаю, как она будет называться, надо подумать. Девчонки, вы как думаете, пишите в комментах. Яна Герасимова вступила к нам с Мандалой Мистери Ди Блуси и пишет у себя в Инстаграме анонс, что в этом году решила принять участие на ШМСП. Говорит, что надеется, что этот совместный проект мотивирует ее завершить эту красоту. Немного боязно, так как не вышивалась по бумажной схеме уже несколько лет. Надо достать материалы, распечатать. Постараюсь взять себя в руки и начать. Яна, мы очень ждем твой первый отчет. Может быть, он уже будет следующим. Мария Горелова пришла к нам в Машуру Мандалай. Пишет она следующее. Что может быть лучше для начала нового вышивального года, чем новый огромный процесс? Та-дам! Встречайте мой годовой и это не шутки с моей черепашьей скоростью процесс Машуру Манфер Мандалай от Шоттелайн. Саму схему и материалы к ней я покупала в далеком шестнадцатом году. Сразу на две схемы от Мартини. Первую Russian Frame Двинблс я вышила почти сразу, а вот с Мандалой как-то не срасталась. Не могла определиться с Конвой, да и специфичная схема не предполагала легкое начало. Все изменилось, когда в декабре прошлого года я прочитала пост Софии о начале совместного отшива дизайнов Мартины. Для меня стало понятно, либо сейчас, либо еще лет десять эти суперматериалы будут ждать своего часа. Так что весь этот год я буду понемногу шить восхитительную Мандалу в приятной компании. Корнелаева Марина пришла к нам в СПС с розовым калитоскопом. Пишет следующее. Чтобы вы понимали, это медуза горгона, это сто семьдесят четвертушек и около шестисот стежков блэкворка. Я начала лилию, фото два, дошла до шелка, ощущения приятные, ничего не могу сказать. Но четвертушки, которые еще потом некоторые стоит дошить до трех четвертей, это смертоубийство. Есть две новости, хорошие. Вроде кроме лилии четвертушек нигде больше от суммы не будет. Плохая. Эти лилии еще три раза повторять. Марина, пришли мне видео, как ты вышиваешь эти четвертушки и три четверти. Может быть, ты как-то их очень суперсложно вышиваешь. Я не испытываю вроде бы сложностей. Оксана Дереза вступила в наш СПС китайским садом. И вы можете, конечно, у нее на канале найти уже видео со вступлением в наш СПС. Так что подписывайтесь на Оксану, если вдруг вы на нее еще не подписаны. Анна Ширяева пришла к нам с Роуз Лайтс Мандала и вступила в проект уже в начале этого года. Наталья Каракульна пришла с Альпийским садом. Пока у нее нет на руках материалов, но она уже заказала перенабор схемы. И набор материалов у Синди. Так что ждет. Ну, мы тоже подождем, что делать. Будем терпеливыми. У меня лично очень хорошее продвижение. Я уже перешагнула порог четверть работы и не собираюсь останавливаться. В последнее время я иногда переключаюсь с Мандалы на дополнительные какие-то процессы или проекты. Но ничего страшного не вижу в этом проблемы. Нельзя все время выдавать по несколько тысяч крестиков каждый день. Ну, все. На этом я заканчиваю наш с вами совместный отчет. Мы ждем новых участников. Подписывайтесь на канал, ставьте колокольчик, лайки. Я вам желаю хороших вышивальных двух недель и жду новых отчетов. Всем привет!